Настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась. Говорил полгода назад Зубастик Роналда о трансфере Мбаппе в Реал. Сейчас переход уже подтвержден, а значит, самое время для нового эксплейнера. Сегодня я расскажу, как трансфер Киллиана может сломать отлаженный механизм королевского клуба. Оправдает ли он ожидание Переса? Причем тут жадность, галактикос и, наконец, почему Мбаппе не нужен Реалу? Или все-таки нужен? Советую досмотреть видео, ведь в конце наш секретный гость поделится своим мнением. Но перед этим хочу поблагодарить наших друзей из фона, поддерживающих все наши ролики. Также они официальные спонсоры сборной России по футболу, ЦСКА, партнеры Локомотива и многих других футбольных и хоккейных клубов. Не забывайте заглядывать в Telegram Match Production. Подробности в описании. Ну а теперь про Беронтелло или Микеланджело. Мбаппе и Реал. История отношений. Комната с плакатами Криша, совместные фотки и даже просьба парикмахеру выбрить лысину на голове, чтобы быть похожим на своего кумира, Зидана. Неудивительно, что уже в 13 Киллиан приезжает в Мадрид по приглашению Зизу, впечатляет руководство и получает оффер от Реала. Но Одесса настаивает. Нужно остаться во Франции. Спустя 5 лет Мбаппе-старший снова срывает переход в королевский клуб и принимает предложение Пари Сен-Жермен. По слухам, в 2019-м Реал готов заплатить уже 400 миллионов, но катерские боссы не соглашаются. В 2022-м Мадрид надеется подписать форварда хотя бы свободным агентом. Обещает огромный подписной бонус и ежегодную зэпку в 40 миллионов чистыми. Но Киллиан подается уговорам президента Франции и переподписывается с ПСЖ. Затем Аль-Хилляль, космические суммы, возможность переезда в Реал через год, но снова отказ от НБП. Отстранение от турне с ПСЖ по Японии, непонятное начало сезона, наигрывание команды без француза и, наконец, долгожданный трансфер. Киллиан получает контракт с великим клубом, который стабильно берет ЛЧ, а значит, забирает повышенные шансы на золотой мяч. Реал на долгие годы закрывает проблемную позицию в центре атаки и зарабатывает огромные деньги на продажах футболок и спонсорских контрактах. Как будто идеальный трансфер для всех, но это лишь на первый взгляд. Вполне может случиться провал. И первая причина – игровая схема Реала. Вопреки прогнозам, Сливочные блестяще справились с уходом главной звезды атаки – Карима Бенземан. Не последнюю роль здесь сыграл Хаселу. Третий лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона удачно вписался в команду и, несмотря на небольшое количество минут, регулярно забивает. Например, Баварии. Плюс Сливочные научились побеждать вообще без центра форварда. Венисиус и Родриго хоть и играют в атаке, но чистыми нападающими не являются. Тем не менее, с результативностью у них полный порядок. Еще есть Беллингем. Полузащитник часто врывается в штрафную соперника и уже побил один из рекордов результативности Криша. После перехода Мбаппе Реал может вернуться к 4-3-3, как было при Бензема. Но куда ставить Киллиана? В ПСЖ он любил искать свободное пространство и часто был недоволен, когда его изначально ставили центр форвардом. Однако в Реале слева круто играет Венисиус. А справа есть Родриго, у которого вдвое больше матчей на этой позиции, чем у Мбаппе. Даже если французов уговорят играть в центре, там тоже не все сладко. В команду приезжает молодой бундеркинд из Палмейроса Эндрик, который в 17 уже играет за сборную и забивает Испании и Англии. Все упростить может потенциальная продажа Венисиуса. По информации испанских СМИ, Перес считает Джуниора и Мбаппе несовместимыми на футбольном поле. Однако Анчелотти вряд ли захочет терять бразильцев. Плюс главный креативщик этого Реала вполне может стать и отличным партнером для Киллиана. Вспомните, как он взаимодействовал с другим французом. Например, в сезоне 21-22 5 из 7 голевых передач Волча Винни отдал именно на Бензема. А всего за период выступлений в Реале у него 24 ассиста на Карима. Мбаппе, безусловно, сделает Сливочник сильнее в атаке. Но клубу точно придется перестраивать работающие сейчас схемы и тактику. Это всегда рискованно и может повлечь за собой конфликты. Тем более, Киллиан давно не тот скромный парень, о котором говорил Саня в одном из топ-10. Токсичность. Это вторая причина. Сотрудники клуба называют нынешнюю атмосферу в команде одной из самых здоровых в истории. Конечно же, это заслуга Карла Анчелотти, про гениальность которого я делал отдельный ролик. Зацените. Если вкратце, то папа Карла, наверное, лучший тренер в мире по работе с топ-футболистами и их мотивации. Он дает игрокам максимальную свободу и раскрывает их лучшее качество. Это именно то, что нужно Мбаппе. Но француз должен понимать, когда футболисты злоупотребляют доверие Манчелотти, тот приходит в ярость. Доставалось даже Ибри и Кристиану. Мбаппе же не раз имел конфликты с тренерами. Тухелю прямо на стадионе устраивал истерику. А Луиса Энрике якобы назвал сукиным сыном, когда тот снял его на 65-й минуте игры с Марселем. Токсичность Киллиана подтверждает и его отношения с другими игроками. В 2021-м Жиру говорит, что на него мало пасуют. Мбаппе принимает это на свой счет, обижается на партнера по сборной и демонстративно его игнорит. В 2022-м Хакими не дает пас на Киллиана, извиняется, но форвард отвечает. Извинений недостаточно, просто пасуй как следует. А по гейм же токсичности Мбаппе становится матч против Монпелье. Сначала он задевает плечо Месси. Возможно, не специально, но Лео в шоке. Затем пытается отобрать пенальти у Неймара, хотя перед этим уже зафорол 11-метровый. По слухам, после матча между футболистами происходит потасовка, а СМИ пишут, что конфликт существует давно. Киллиан недоволен влиянием Неймара в раздевалке и просит его продать. Бразилиц же не отвечает журналистам на вопросы о Мбаппе и лайкает посты с критикой Киллиана. В итоге, ПСЖ продает Неймара, покупает интересных игроков и строит новый проект вокруг Мбаппе. Но Киллиану этого мало. Возможно, виновата звездная болезнь француза. Это третий пункт. Хакими хочет покинуть ПСЖ из-за плохой атмосферы в команде. А Мбаппе требует лишить привилегий южноамериканцев, испанцев и португальцев, которые объединились в группировку. Вот так начинается 2022 год для Парижа. Следующие два трансферных окна катарцы продают Неймара, Месси, Серхио Рамоса, Сарабию, Паредоса, Икарди, Ди Марио и Эреру. Совпадение не думаю. Естественно, Мбаппе чувствует себя главным и начинает влиять не только на продажи, но и на покупки. Просит взять Ливандовского, Решфорда, Дембеле или Скамаку. Покупают только Усмана, поэтому Киллиан бунтует и заявляет, что летом 2024 уйдет из клуба свободным агентом. Альхи Лайфи объясняет французу, что такое решение негативно скажется на клубе. Репутационные издержки и неприятный прецедент, когда главная звезда уходит из клуба своей страны бесплатно и со скандалом. Плюс значительные финансовые потери, из-за которых даже придется уволить многих сотрудников и продать несколько важных игроков. Однако, Форварду все равно. Клуби решают, что эгоизм и звездная болезнь Мбаппе зашли слишком далеко. Киллиана отправляют тренироваться с футболистами, выставленными на трансфер. Не берут на сбор в Японию, не включают заявку на первый тур чемпионата, а с фасада Парк-де-Пренс даже снимают постер с французом. После этого Мбаппе все же идет на примирение. Возвращается в основу, но не просто так. Он по-прежнему получает очень много денег и бонусов. Так что переходим к четвертому пункту. Жадность. Иллиан самый высокооплачиваемый игрок ПСЖ с годовой зарплатой в 72 миллиона евро. Причем шейхи предлагали даже сотку, чтобы его удержать. Да, цифры в реале заметно скромнее. Но все равно делают Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком сливочных. При этом одна из главных звезд Мадрида, Беллингем, даже не в тройке. Поэтому говорят, что Перес хочет повысить ему зарплату, чтобы не выделять статус Мбаппе и не портить атмосферу в раздевалке. Желание Флорентина не беспочвенно. Ведь еще в Дортмунде стало известно о непростом характере Джуда. После матчей он якобы благодарил болельщиков не со всей командой, а отдельно, чтобы получать персональную порцию аплодисментов. Это началось еще при Холланде, и Беллингем хотел, чтобы фанаты любили его не меньше дорвежца. А еще Джуд регулярно высказывал претензии более старшим партнерам. Например, Вицелю, Минье или Шульцу. Но вернемся к жадности Мбаппе. Один из ключевых пунктов контракта – доходы от имиджевых прав. Сначала СМИ писали о 60%, потом о 80%, как было у Роналду. Но в итоге, по информации нескольких изданий, мать-агента игрока и вовсе продавила 90%. На этом требования Мбаппе не заканчиваются. Например, он хочет не менее эпичную презентацию, чем у Криштиану. Такой старт карьеры в Мадриде может понравиться далеко не всем звездам клуба, у которых таких презентаций не было. О том, что хозяйки француза негативно скажутся на раздевалке Реала, говорит даже президент Барси Лапорта. Ну, возможно, он просто завидует. Почти год назад в пяти причинах Саня говорил, что Мбаппе и в Мадриде потребует особенного отношения. Киллиан захочет влиять на клубные процессы, а в случае отказа может начать скандалить. Посмотрим, удастся ли Пересу и Анчелоте успокоить звезду. А пока переходим к заключительному пункту. Не оправдает ожиданий. Во Франции Мбаппе сбивал больше всех на протяжении шести последних сезонов, стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ и любимчиком парижских болельщиков. Даже при Месси и Неймаре он оставался единственным, кого фанаты не освистывали. Многие думают, что Скилианом Реал будет разрывать абсолютно всех везде. Но ведь не всегда суперзвезда делает команду успешнее. Посмотрите на Харри Кейна. Он установил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне и провел свой самый результативный год в карьере. Но Бавария не выиграла ничего. С Мадридом все еще сложнее. Никому не интересен Кубок Испании и даже Ла Лига. Тем более с кризисной Барсой. Все ждут от Реала побед именно в Лиге чемпионов, новых сумасшедших рекордов. А ведь выигрывает ее не всегда самая звездная Тима. Часто главными критериями успеха становятся характер, удача и командная химия. Что выиграл Реал с 2003 по 2005 год? Когда там играли Зидан, Фигу, Роналдо и Бекхам. Один суперкубок Испании. Наличие суперигроков не сделало Сливочных сильнее, а наоборот негативно отразилось на атмосфере в раздевалке. Или вспомните Гвардиолу в Баварии. Его предшественник Юб Ханькис привел Мюнхенцев к победе в Алче и стал первым тренером в истории Бундеслиги, который сделал золотой хит-трик. От Пепа ждали повторения успеха. Тем более в Барсе он феерил, но его не произошло, потому что быть гением в Алче недостаточно. Многое там зависит от везения и тонких настроек. В какой-то момент твой футболист совершает микроошибку, что-то сбивается в структуре игры и все. Дальше проходит соперник. Да, Гвардиола катком проходился по всем чемпионате, но трижды подряд выбывал в полуфиналах Лиги Чемпионов. Позже сам Гвардиола называл период в Баварии неудачным как раз из-за того, что не выиграл Алче. И пусть Киллиан сколь угодно становится лучшим бомбардиром Ла Лиги, но без побед в главном Еврокубке его трансфер будут называть провальным. А такое возможно не только из-за нарушенной атмосферы. Во-первых, магия не может длиться вечно. Иногда она берет паузу и даже для Реала. Во-вторых, скоро наверняка уйдут важнейшие Модрич и Кросс. Они молодеют Куртуа, Начо и Карвахаль. Это сейчас мы говорим об успешной перестройке сливочных, но ведь главные люди еще не ушли из команды. Процесс не завершен, а Киллиану уже почти 26. Наконец, неизвестно, сколько еще пробудет в Мадриде Карло Анчелотти, который поддерживает и химию, и магию, и командный дух. Даже если Мбаппе не будет виноват в неудачах Реала в Лиге Чемпионов, все равно найдется много тех, кто назовет его период в Мадриде провальным. Заключение Есть ощущение, что Киллиану Реал нужен больше, чем он клубу. В Мадриде крутейшие условия для желанного Еврокубка и новых бомбардирских рекордов. Гениальный тренер, суперпрофессиональные партнеры и классная чемпионская атмосфера. Но справится ли Мбаппе с таким давлением, своим эго и финансовыми запросами? Справится, чтобы стать легендой в команде мечты? Напишите свое мнение в комментариях, там же можете оставлять темы и героев для следующих выпусков. Ну и лайк с подпиской зарядите, чтобы YouTube понял, что получилось годно. Мяч-эксплейнер Саша Слудников. Хочу увидеть Холланда в Барсе и снова получить легендарная классика на годы вперед. Пока. У меня есть теория, и я в нее даже верю. Мне кажется, мы не совсем представляем, какой Мбаппе футболист. Он всю карьеру провел в пятой лиге по силе. Мы видели, что на крутом уровне он был хорош и в лиге чемпионов, и на чемпионатах мира, безусловно. Но как он сможет постоянно давать весь сезон, не несколько матчей в году, а весь сезон в сильнейшем чемпионате, в таком чемпионате, как Испания, да, или там, если бы Англия была, вот в таких лигах, насколько он будет хорош весь сезон. Если во Франции ему особо не доставалось, да, там больше, наверное, на Неймара охотились, его били по ногам. Мбаппе – это достояние Франции. К нему так не относились. К нему относились с большим пиететом, его берегли где-то, в том числе где-то и судьи, возможно. А здесь он приедет в чемпионат Испании, где будет 38 жестких туров, где выйдет против него какой-нибудь Родриго де Пауль, и ему будет вообще плевать, что Мбаппе встречался там с Макроном, Саркози, да с кем угодно. Вообще не делал, он придет и срубит, а потом еще раз, а потом будет еще даже мать с какими-то средними командами, которые по уровню отличаются от команд чемпионат Франции. И вот здесь у меня есть сомнения. Я надеюсь, что уже по первому сезону можно будет уже понять, насколько он готов к этому футболу, к настоящему уровню, который будет не эпизодически, а весь сезон.